Старт празднования Дня города был дан у памятника советским воинам-освободителям. Здесь увековечена память 938 героев, погибших при освобождении города. По традиции венки к братской могиле возложили ветераны, руководство города, депутаты, представители общественных организаций, молодежь и воины Бобруйского гарнизона. Среди многочисленных гостей этого праздника в особом почетном ряду те, кто 74 года назад с оружием в руках освобождал наш город. Шесть немецких дивизий, более 40 тысяч человек были окружены в Бобруйском котле. И эту смертельную битву рядовой роты автоматчиков Евгений Антонович помнит, словно все было вчера. А 29-го уже бой был не такой жестокий, потому что немецкие солдаты уже решили сдаваться, но сдаваться тыловикам, а не солдатам боевых подразделений. Основные торжественные мероприятия развернулись на площади Победы возле знаменитого танка Бахарова. Тысячи горожан пришли сюда, чтобы отдать дань памяти советским воинам, подарившим свободу. С праздничной речью к тысячам собравшимся обратился председатель Бобруйского гурсоэта депутатов Михаил Желудов. 74 года мирной жизни отделяют нас от того знаменательного дня, когда части 1-го Белорусского фронта победоносно завершили Бобруйскую наступательную операцию. Ветеранов-освободителей на митинге всего трое, но несмотря на то, что им сегодня за 90, они в бодром строю. Каждый из них проделал долгий путь, чтобы побывать в Бобруйске в этот памятный день. Я радуюсь, дорогие друзья, каким прекрасным стал город Бобруйск, как расцветает Белоруссия. Позвольте мне выразить вам, пожелать вам счастья, здоровья, благополучия, процветания вашего города и процветания Белоруссии. Слава Республике Беларусь! Завершился митинг выступлением оркестра Бобруйской военной комендатуры, который исполнил не только мелодии времен войны, но и любимые музыкальные композиции из советских фильмов. И это лишь начало больших праздничных мероприятий. Предстоящие выходные жители и гостей города ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. Аванес Степанян, Дмитрий Шевцов, Бобруйс-360.